приветствую вас друзья вы на туб канале все для клёва сегодня у нас необычное видео вы помните валерия да это инспектор одесского рыбакана патруля и с ним мы не случайно находимся в беляевке возле беляевского районного суда здесь будет слушаться дело интересное такое дело которым валерий виноват в принципе я тоже виноват потому что мы вместе были в лодке вместе и были в рейде этот рейд был 6 апреля 2020 года вы можете посмотреть видео называется рейд часть 14 рейд по браконьевским сетям часть 14 в который мы заходили в районы прилегающие с молдовой там где с левой стороны молдавский берег с правой стороны украинский берег и даже прикордон служба смотря наши видео на youtube канале все для клёво кстати я благодарен что они смотрят наш канал увидели это видео и составили протокол статья такая коп купол есть и 4 часть 2 2 все это то есть это нарушение государственной границы украины чтобы понимали который предусматривает собой штраф от 8 до 12 12 до 17 до 17 тысяч гривен чтобы понимать то есть вы себе представьте уровень деградации тех людей которые составляют такие протоколы то есть не имея никаких неоспоримых доказательств просто сидя на диване и смотря youtube чик да они 5 дней стали протокол 55 дней прошло после того как вышел как мы были в тобой в рейде до ряде были 0 6 0 4 до а составили протокол на не на речке а стали протокол на заставе в ясках через 55 дней это вообще какой-то маразм полнейший поэтому посмотрим как это дело будет и не просто обидно задать по каждому службу что вроде как серьезная солидная организация а в ней работает некоторые дилетанты и это конечно обидно обидно это самое что вот так вот на ровном месте мы выполняя реальную задачу по охране водных охране воды бир ресурсов мы убирали кучу сетей этих браконьеров вам показывали молдаван которые ничего не боятся кстати говоря днем среди белого дня сыпят сети почему они сыпят эти сети среди белого дня другие там какие-то наши там боялись бы там там под покровом ночи как-то там где-то поскользнулись бы где-то там высыпали обратно рано утром бы убрали эти вообще свободно почему потому что чувствую себя безнаказанной и и у них средизвольность а почему это происходит догадайтесь сами мне такое ощущение что вот это этим протоколом на валерия кстати говоря и на меня не хотят составить протокол я им уже звонил этому начальнику по гранзаставы в яськах говорю давайте я приеду составлять и нами тоже протокол вы раз я был тоже в лодке я тоже свидетель по этому делу составлять и на меня тогда и будем вместе с вами с валерием защищаться но как по-другому нет слов не слов до дни дилетанты какие-то ну прокордонники на воде что-то катаются и молдаване с нашей стороны появляется что-то они их не задерживают да и сетки стоять у них не изымают и кстати говоря ну что не как мы нарушали государство принц то что мы пересекли середину реки а как снимать эти сети браконьерские которые я на речке есть какие-то буи опознавательные знаки где понять где граница где как понять любому родонину любителю там или промысловику рыбаку как понять где граница но никак вот представьте себе вот река да и чисто по середине реки идет проходит государственная граница тут вы же понимаете что даже если до сантиметра нарушил государственную границу или на метр или на 100 метров одинаковое наказание правильно вот как можно определить что вот мы нарушили государственную границу как они это определили которые составили протокол на валерий они объясняют центр речки на центр речки ну как визуально можно понять где центр речки вы будете правильный метр праву ли писать метр который переход границы если понять по центру речки да а если заглох мотор но может быть такое что тебя снесло к берегу мало но мы же не выходит часто бывало у нас мы ночью работаем в рейде эту корягу на корягу на ехал моторах там или намотал на винт какую-то сеть старую ну любую сеть пока сеть обрезал уже под мостовским берегом да но смысл в другом что мы что не выходили на берег не выходили почему мы нарушители вот такой-то бред честно говоря раньше погоничники объясняли что на речке можно ехать с правой стороны с левой стороны но не выходить на берег понятно вот это правильно мы проводили с вами переходный рейд снимали по всей речке видеосъемку на этом будет было там чуть под берег волной большая течение на берег мы не выходили в однозначно и что же мы туда нарушили еще друзья смотрите я уверен что справедливость осторжествует потому что но я не думаю что маразм может победить и очень хотелось бы попросить сразу даже прикордонслужбу пожалуйста вот к этим дилетантам которые составляют такие протоколы принимать какие-то меры чтобы они прежде чем что-то делать думали своей башкой что они делают еще хотелось попросить тех которых мы с вами встретили трех молдаван когда была лодка деревянная находили сети почему наши украинские прикордонники не дадут запрос на молдавскую сторону молдавским прикордонникам где составлен протокол там было факт на лицо лодка есть свети есть три человека на жителей есть как они вообще на попали да на прикордонники спросите пускай они дадут запрос на молдавскую сторону и дадут ответ ладно смотрим я поднять так до речки кордон не матом не выкил не обозначение я поднимаю по трассе есть полоса да конечно если пересекли не отвечает ну по речке и поделить дом 5 метров право 5 метров право 30 метров право 30 метров маяк я пророков составляется по часу 24 не пиздесят четырех годин протокол составлен через 55 дней контакты через тысячу наверное 400 и они пишут село маяк а это было там аж в паланке туда ближе долгарский район не то есть не точно указанный когда третяков это местное видео он спросил там мы побачили три особи там стоял чёрн ситка два лодки были оттенны приемом молдаване чем занимаетесь ну браконьерничали и вот третяков спросил вы что у вас пришли как про граничников молдаванских ну типа да если молдаван за его что они так сказать что они грешу лики они попросили прикордонной гибридной ресурсии найти теплоинспектора активиста чтобы ставить протокол типа мы не хотели мы молдаване просили но вот так типа так в это время все что мы делали все зафиксировано в рейте номер 14 видно все как мы заходили куда мы заходили то есть можно развязаться по времени по месту как то есть сказать о том что мы заходили на молодой культуре такого нет я там был я гости общественный инспектор рождения ренахана поднимал еще мачка чем кто-то то пришлись из вам Там мы, мы увидели, полетели в Талдаску, тоже было заулмажено, снимали сети, запускали рыбы, то есть выполняли ту задачу, которую поставила, подала Держава на органы районного труда. Нас туда пропустили, то есть мы туда приехали на законных основаниях, никаких проблем нет. И тот район тоже является районом ответственности Одесского правоохранного труда, в котором проводятся такие рейды. Мне просто непонятно, на каких фактах опирался человек, который сопротивлял этот протокол. Какие у него были факты, нарушения, и как они изложены в протоколе, я так и не понял. В чем была наша вина? И якобы мы отошли от сети на реки влево, в сторону Ластополя, допустим, да? То есть, как я понимаю, нарушение, что в 20 сантиметров друж, если мы нарушим границу, что в метр, что в 10 метров. Но там же на реке нет рейд, который показывает, где Молдова, где Украина. Еще остажаете, еще допомните, надо не пояснить. Ну, я хотел бы, не знаю, но это правильно, правильно вызвать сюда и Ирину Александровну, и Савицкого. И допитать, как мы протокол писали через 5-5 дней, не будучи он на месте, либо никакого состояния порушения, остальный протокол. Не знаю, что это место вообще, речки, дни, она писала протокол в себе в кабинете у села Яске. Ирину Александрович, пожалуйста, за вашим плакотанием вы получили сведения, задавайте вопросы. Ирину Александрович, выясните мне, пожалуйста, протокол составлено в 29-5, по ваших там данных, ну, по видео, что это было в 6-го на 4-го. Как я знаю, протокол составлено в 24-х годин. Прошло 55 дней после того, как вы сделали протокол, одно вопрос, кто это? Давайте повчемся, одно вопрос и ответ, пожалуйста. Сгідно к Кодексу Украины про адместяние правопорушения, можно складывать протокол про адместяние правопорушения с момента его объявления, протягом 3-х месяцев, не 2-3 месяца, по-моему, 3 месяца с момента его объявления. Протокол складать, а че адместянин не нужно? Протокон. Мы можем сказать, что это не меньше. А кто за поражение выявил? Поражение, кто выявил? Поражение, что выявили, что в кордон, в грехе и в грехе проходят посередине. А согласно протоколу 0606 и 0607? Значит, 0607. Да. Ну, эти знаки привязаны до якої местности? До маяков. До маяков. А відео саме вы видели? Да. А саме перетинание, которое вы заканчиваете в протоколе, это также было в середине маяков? Да, воно получается, что теперь не то посередине маяков. Получается, как на кого? Паланка. Паланка. Правильно, паланка. Паланка, но разом с теми не заплачивает меня. Ну, моя. Что за вопрос? Там вы пишете час вторая, стаття 204. Так? Это получается, что группа лис. Группы все, да? Я по мессии с ротоколом, проработал, как лично на меня, на ротокол не составленный. Хотя Третьяков звонил, и я звонил в Северскому, и Третьяков звонил, я хочу приехать до вас и ставить на меня протокол. На данную услугу мне не поведомляли, что они звонили, так. Так, у нас есть распоряжение, так же по поводу таких, по вас было, чтобы скластить протокол. И так же по особям Третьяковой мне сказали протокол. Про незаконный порядок державного протокола. Святок, скажите, пожалуйста, если вы считаете, что это административное правопорушение, чинено группой оси, то есть маренченком разом с Третьяковым, почему на Третьяковой протокол не складывается? И что вы в суд должны сделать висновок, что это было споряжение с Третьяковым, поскольку, видимо, сверх протечения также протягивается до ответственности, но суду не имеет. Мы будем протягивать до окружающего, и за то, что я думаю протягом, может быть, в пятницу или в начале осудного утечения. Коли чинено правопорушение? 6 квитня 2010 года. 6 липня заканчивается срок накладывания административного стягула. А когда протокол вы имеете номер следовать? Ну а завтра будем? Хочу спросить в суд, чтобы объяснить, что я кордон не пресекал, я тут ничего, ни каких днях, злочинных нет. Мы выполняли свои судебные подвески по собранию с Третьяковой бюро-ресурсии. Возьмите, пожалуйста, посвящение. Прошу мою справу за Третьякова, я не считаю, что тут несколько разрушений. Описывается постанова. Именно Украины вступная резервативная часть. 2 липня 2020 года. Место Беляевка. Судья Беляевского районного суду Одесский областей Тушина, розглянувши материалы, изначально отзошли от Беларуковского прикордонного заброну Певденного регионального управления прикордонной службы Украины про притягнення до администрации индивидуальности Маренченко Валерия Васильевича, працюючи головним державним інспектором управления Державного агентства Рибного господарства в Одесский області, за ст. 204 примітка 1 ч. 2 Кодексу України про административні правопорушення, керуючи ст. 62 Конституції України, ст. 204 примітка 1, 247, 251, 252, 280, 284, 294, 300 3 про административні правопорушення, постановив Валерий, я тебя поздравляю, все вы правильно делали, поэтому справедливый звонок, ты понял? Нет, я думаю, что мы будем работать и над кордонниками, мы покажем им место заключения, которые собирают протоколы неправильно, ну, я думаю, что, наверное, я не буду вас снимать, но вы увидели, что сказал судья. Представьтесь, будь ласка, кто вы есть, покажите, будь ласка, посвящение свое. Посвящение у меня в машине. Ну, что здесь в машине? Вы составляете протокол на меня, а у вас нет. Так, ждите, я сейчас возьму его. Ну, ждем, давайте. Посвящение, будь ласка. Посвящение на камеру не снимаем. Да, да, хорошо. Друзья, что сейчас происходит? Значит, на меня составляется такой же протокол, как и на Валерия, о нарушении государственной границы Украины. Составляется Держанной прикордонной службой, и якобы мы отошли от середины реки, когда была встреча с молдавскими браконьерами, когда мы снимали браконьерские сети, потому как они перекрыты с двух сторон берега. То есть мы были на территории, на которой с одной стороны молдавская территория, с другой стороны украинская. И когда снимали сети браконьерские, так как они перекрывают полностью Днестр с одного берега до другого, то мы, получается, несколько раз нарушили державный кордон Украины. И благодаря этому видео, которое посмотрели украинские пограничники, они на основании видео моего ютуб-канала на меня составляют протокол. Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, где ваша маска? Почему вы без маски? Ну, я так же не знаю. Вот она, у меня маска на месте. Вот. Какая-никакая, но маска есть. У меня вопрос к вам. Где ваша маска? Когда шла, упала, она заместилась. На данный момент нет возможности купить. Так что тут у нас нет, только нужно переходить дорогу. Вот отсюда, да? Так. Пишу. Мене не ознайомили з статтею 63 Конституции Украины. Мы тут читаем. Мы тут читаем. Тут вы решитеmam пасу. Не-не-не. Вы обязаны особенно меня ознайом Strawberry главный Stream. Вы узнаете с Матерой правой управы по праву. Пасу Павловичai по праву Wyож KUK Это уже судья решит, потому что он побачит вот это видео.